Как ты думаешь, вы справитесь? Да. Буквально через полчаса этот робот-динозавр на экране монитора оживет. Двигаться у него будут лапы и челюсть. Собирают тушку из деталей всем известного конструктора. Я в некоторые времена думал раньше, что робототехника это создаем настоящих роботов. Оказывается из Лего. Мне Лего нравится, так что я сюда буду ходить точно-точно. Впрочем, собрать робота – это только пол-дела. Потом еще запрограммировать его. Главное – его правильно запрограммировать. Если его не запрограммировать, если это неправильно сделать, то наш робот не получится. Мастера робототехники все делают по инструкции. Методично выполняют необходимые манипуляции и вот результат. Раз, два, три. Занятия по робототехнике проходят еженедельно. На первом уроке начинающие инженеры изучают теорию работы механизмов и применяют знания на практике. А на втором уроке познают азы программирования. Программирование, робототехника, понятно, что для них это сложно. И моя задача их этому научить. Но если они будут научиться коммуникабельности, то этот процесс будет гораздо легче. Перед ними задания сложнее и сложнее, но они уже включаются в процесс все легче и легче. Поэтому это компенсируется. И, по сути, каждый урок по сложности одинаков. Помню себя в их возрасте. Я, конечно, не умел то, что они умеют сейчас. И это, скажем так, вызывает позитивный настрой. Занятия проходят в 27-й школе в Химках на базе Центра молодежного инновационного творчества МГТУ имени Баумана. Уроки посещают более 30 учеников с первых по четвертые классы. Уникальность нашего центра в том, что мы берем ребят с самого маленького возраста и ведем их до поступления в ВУЗ. Направляем, ставим их на технические рельсы, чтобы вдохновляем их к техническим профессиям. Есть ребята, которые поступили в ВУЗ, которые побеждали в Олимпиадах НТИ и без экзаменов поступали в МГТУ имени Баумана. На сегодняшний день в городском округе есть все необходимое, чтобы дети развивались в той сфере, которая им интересна. Предприниматели, готовых сделать свой вклад в развитие и успех округа, поддерживают в рамках национального проекта «Мой бизнес», созданного по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.